Здравствуйте, мои любимые бити-котики! Меня зовут Юлия Сизых, я профессиональный визажист и бити-блогер, и в сегодняшнем видео нас ждет такой интересный обзор! Честное слово, интересно, какой макияж у нас сегодня получится, потому что у нас сегодня, во-первых, на обзоре вот такая красивущая, невероятно вдохновляющая коллекция от Wet n Wild, которая называется Blooming. В ней есть палеточка теней, есть румяна, есть спрей, в общем, есть чем побаловаться, еще блески для губ и даже красивый спонжик мы с вами вместе попробуем, потому что его я не стала доставать из его упаковочки. Вместе распакуем. Еще вам меня просили проверить вот такую вот пудру от Pro Makeup Lab. Мы с вами затестим стик от Darling, он появился в оттенке 00, я вам про него тоже расскажу подробно. Немножечко посмотрим на косметику от Nye или Nash Aliari. Также взглянем с вами на новую подбодку от L'Oreal, коричневого цвета, еще есть некоторые продуктики от Seventeen. В общем, так круто, так много всего, надо скорее приступать. Я сегодня покрасилась и стала какой-то совсем блондинкой. Потихонечку осветляюсь, так что кто любит меня в блонде, ликуйте. Снова блонд, с каждым разом все больше и больше как-то. Первым нанесем стик от Darling, называется он Everyday Hero. Ежедневный герой. Что нам намекает на то, что мы его можем использовать в повседневном макияже. Идет у него в комплекте вот такая крышечка, чтобы он не пересыхал. И смотрите, как я его уже мощно потестировала, это вот это количество тона я уже на себя измлазала. А так его здесь, кстати, не очень много, да? Оттеночек я взяла 00, именно поэтому он у нас появился в обзоре, потому что он наконец-то появился в более светлом оттенке. И по этому поводу я хочу сказать, что кто-то со мной в комментариях спорил, что он светлый. И даже самым светлым девушкам он подойдет. Но смотрите, я сейчас специально подсмыла свой автозагар, чтобы вам продемонстрировать, что для беляночек он все-таки темноват, даже в оттенке 00. Видимо, теперь мы будем ждать оттеночек 00. Но, наверное, такого уже не последует и придется, если вы хотите носить этот стик, загорать. Стик очень увлажняющий, он невероятно приятный на ощупь, тогда, когда вы его наносите на лицо, вы чувствуете, как будто вас касается вода. Он прям прохладный, и такое чувство, как будто бы на вашу кожу попадают капельки воды прохладные, освежающие, напитывающие. В общем, такие живительные, и особенно, конечно, это актуально, если у вас кожа склонна к сухости, конечно. Давайте теперь откроем вместе вот этот спонжик новый от Wet n Wild, который называется Blooming. Так он выглядит в сухом виде. Первый раз вижу спонжик прям с нанесенным таким тиснением, цветочки, красота. Пойду его сейчас намочу, а вот так вот спонжик выглядит во влажном виде. Надо его чуть-чуть еще отжать в полотенце. И вот именно в таком виде мы косметические спонжи используем. Давайте растушевывать тон от Darling. И он, кстати, видите, даже особо не засох, пока я тут бегала, мочила спонжик. Именно потому, что он вот такой вот увлажняющий, он по сути на коже-то и не фиксируется. Остается таким вот влажным, поэтому реально сухокожиком это маст. Ну, во всяком случае, им будет интересно. Видите, прям такой немножечко блестящий у меня получается вид. И, обратите внимание, вообще не беленький. То есть он начинает с моей кожи уже контрастировать. И у меня есть такое впечатление, что он окисляется. Давайте проверим. У меня остался свотч. Я беру стик. И смотрите, да, насколько он поменял оттенок. Вот это сверху он потемнел. Снизу только что свеженанесенный. Ну, реально заметно, что он затемняется. Написано про него производителем, что его можно как будто бы наслаивать до 100%. И это неправда. Мне кажется, что 100% покрытия с ним все-таки никогда не получится. Но, может быть, до 85% дотянет. При этом можно нанести совсем немножко. И он действительно растушуется вот по большой площади. И еще мне не совсем понравилось обещание того, что он будет работать как консилер. И, по-моему, еще как база. В общем, как будто бы у него много функций. Но все-таки это такое, притянутое за уши. Потому что мне кажется, что это просто такой вот тональный крем в стике. Очень увлажняющий. А в плане консилера вы, конечно, можете его нанести. Но он там под глазами не очень сильно прикрывает. А если его наслаивать, то может получиться упс. И он начнет западать во всякие морщинки. Их подчеркивает. Поэтому, ну, хороший, в принципе, тональный стик. Просто надо иметь в виду, что в самом светлом оттенке он все-таки не очень светлый. Для жирнокожиков он не очень подходит. Потому что будете с ним как жирный блинчик сиять. Зато порадует сухокожиков. И стоит он 1395 рублей. При том, что там 14,5 грамм. То есть расходоваться он будет, по-моему, достаточно быстро. За пару месяцев, мне кажется, он уйдет. Если его седры, конечно, наносить. При этом он стоит как бы, да, 1400. В общем, продукт специфический. Я его носила, носила его несколько недель. И мне понравилось, что он даже на моей коже, которая склонна к жирности, достаточно стойкий. К вечеру под пудрой он прекрасно сохранялся. Спонжик мне понравился. Стоит он примерно 400 рублей. Очень нравится вот этот его скос. Плоским скосом очень удобно работать. И вот сюда вот под глаз подлазить. Просто прелесть. Для проработки вот этих всех маленьких зон. Растушевывает на ура. Это мое первое впечатление. Мне очень нравится. Очень крутые спонжи Wet n Wild. Я им постоянно пользуюсь. У меня есть еще такой в форме песочных часов. Он тоже клевый. Дальше давайте с вами попробуем вот такой консилер. Это бренд Seventeen. Называется матовый консилер. Оттеночек я взяла 0А. Действительно достаточно светлый. И стоит этот консилер всего 352 рубля. Реально такой бюджет-бюджетович. Его я тоже потестировала, поэтому я его так щедро и не боясь наношу, потому что он не толстый по текстуре. Им реально достаточно сложно переборщить. Сейчас он выглядит немножко чересчур светловатым, но он вот затемнится. Не очень сильно, но все-таки он станет чуть-чуть потемнее. И станет для меня достаточно адекватный по оттенку. Я такой контуринг сделала консилером. Дополню покрытие Darling Hero, потому что он все-таки, вот этот стик, я бы не сказала, что супер кровящий. Особенно если растушевывать его спонжиком. Видите, как классно можно спонжем быстро растушевать. Очень удобно. Мне нравится. Нежный такой материал. При этом какой-то по ощущениям гладкий. Что текстуру кожи как будто тоже дополнительно разглаживает. Что, кстати, по поводу консилера. Я его тоже уже протестировала. Хороший консилер. Честно, за свою цену просто золото. У него среднее покрытие. Не такое, чтобы прям вот 100%. Но, знаете, такое хорошее. Типа 70-80%. При этом он хорошо держится под глазами. Он там сильно как-то не забивается. Он при том, что вроде как матирующий, как говорит производитель. У него на самом деле такой достаточно натуральный финиш. И он не сушит ничего. Окисляется он буквально на чуть-чуть. По этому поводу у меня к нему, честно, претензий нет. Неплохо перекрывает и покраснение на лице. Но мне больше, конечно, нравится его использовать именно под глазами. Там его текстура вот легкая, тоненькая такая. Слегка как будто бы увлажняющая. Она мне нравится. Давайте еще внешние уголки губ вот так высветлим. Потому что это тоже такой хороший лифтинг-прием. Визуально приподнимем улыбочку. И неплохо у нас, по-моему, получилось. Ну, конечно, вот все блестит. Но, в принципе, мне нравится. Консилер мне, конечно, понравился больше, чем стик. Потому что мне кажется, что он больше лично мне подходит. И за свою цену 350 рублей. Это, правда, очень неплохой вариант. Хотя это совершенно не новинка. Я просто вродила по золотому яблоку и мучила тамошних консультантов. Спасибо, кстати, огромные. Какие там лапочки работают. Спасибо вообще, девчонки. Мы почему-то вот такой нашли. Мне он понравился, как он выглядит, что он не окислился, как холика-холика, которая просто на мне почему-то потемнела. Я, наверное, решусь все-таки его взять, потому что вы меня часто про него спрашиваете. Но пока взяла Севентин, и он клевый. Могу вам порекомендовать. А дальше, елки-палки, чтобы не забыть, мне нужно нанести полосочки для зубов. Я сегодня еще этого не делала. Вы меня периодически спрашиваете, как я отбеливаю свои зубки. Я как раз адепт отбеливающих полосок. Я не очень люблю вот эти химические процедуры у стоматологов, от которых потом вообще с ума сойти можно, как звенит, аж где-то в голове. Пищат все зубы. Я не знаю, как это передать ощущение, но я думаю, что те, кто делал сильное отбеливание, меня поймут. Я больше по отбеливающим полоскам. Они мне реально помогают сохранять белизну зубов и даже ее усиливать, потому что от природы у меня не супер белые зубы. А вот на фоне очень светлой кожи зубы вообще имеют тенденцию выглядеть более желтыми. Короче, я этим периодически занимаюсь. Я решила попробовать Райджел. Если вы вдруг про них не слышали, то это очень популярные такие отбеливающие полоски для зубов из Великобритании. Так вот открывается этот волшебный ларчик. Внутри, вот в этой упаковке 28 саше, каждая полоска упакована индивидуально. Вот так вот открываете и достаете вот такую небольшую пластиночку. Нужно этих полосок пластинок две на раз, потому что надо на верхние зубы приклеить и на нижние. Клеить надо обязательно сухими руками, потому что если попытаться это сделать мокрыми руками, то у вас наклеятся, в общем-то, ваши руки. Прижимаете вот так фолошечка к зубам. Я еще всегда провожу вот так вот фальцем между зубами, туда отбеливающий гель тоже хахал. И потом все аккуратно загибаю. И получается вот такая вот красота. На нижние зубы тоже добавила. И полоски буквально через минуту-две уже полностью растворяются на зубах, поэтому можно прям и в пир и в мир, и в добрые люди сразу с ними идти. Пока будете спускаться из дома, например, они уже растворятся и будут незаметны. Но активный гель будет действовать еще 15-20 минут, и постепенно со слюной он смоется. У полосок очень приятный мятный вкус. И знаете, что мне это напомнило? В детстве были такие, если вы вспомните, пишите в комментариях, такие вот пластинки, которые вы кладете на язык. Они тоже были такие полупрозрачные, и они сразу освежали дыхание. Вот здесь такой же эффект. И тут же моментально зубы после первого же применения заметно отбеливаются. Я вот использовала сейчас дня три, и я за три дня прям увидела эффект, что эмаль побелела, и я так полагаю, что если весь курс две недели пройти, то будет невозможно не заметить отбеливание. Но нет чувствительности зубов, потому что я пробовала многие полоски для отбеливания. И одна из неприятных вещей это то, что очень сильно прям сразу же начинает сквозить по зубам. Здесь такого нет. И что еще очень приятно, зубы становятся абсолютно гладкие, потому что полоски снимают зубной налет. Так что, кто хочет белые красивые изювки, я вам рекомендую. Сейчас есть промо-акция на официальном сайте, где три коробочки этих полосок можно купить по цене одной. Также на Wildberries и Ozone можно заказать по супер-промо цене одну упаковку с 28 полосками. Это вот как раз на неделю попробовать. И есть вообще минимозная маленькая коробочка на 14 полосочек. Это буквально вот как я три дня сейчас поделала. И чтобы понять, нравится ли вам такой результат, насколько вашим зубкам это подходит. Так что познакомиться очень недорого. Красивые и здоровые зубы это, конечно, кайф. Все ссылочки оставляю в описании. И возвращаемся с вами к макияжу. Все равно я, конечно, какая-то немножко желтенькая от этого стика Дарлинг. Имейте в виду, все-таки он такой. Для девочек даже светлых, золотистых. Но со временем мы сейчас все это успокоим, я надеюсь. Потому что у нас еще одна очень интересная позиция сегодня на обзор. Такая вот пудра от Pro Makeup Laboratory. Я ее взяла в рефильчике. Там еще можно купить коробочку. Сейчас вам объясню про эту систему. Хочу показать оттенок. Оттенок называется S11. Выглядит вот таким, как будто бы аж серым. Беру любимую вот такую вот кисточку-факел из набора. Из курса «Сама себе визажист». И очень легко ей, конечно, наносить тоже, опять же, под глазки. Но сосредоточусь все-таки на пудре. Смотрите, какое у нее восхитительно красивое покрытие. Это что-то вообще какое-то волшебство. Помимо того, что здесь есть прекрасное мотирование, причем без эффекта кураги, а с эффектом выравнивания, выглаживания текстуры. Очень натуральный финиш получается. И здесь есть еще оттенок. Можно использовать сухим способом, как я сейчас, а можно мокрым в качестве тонального средства с SPF 10. И смотрите эффект. Вот так у нас выглядит Беляша. Ты что, мышку нашла? Ты мышку нашла? Забыла уже, Беляша меня так отвлекла. Мы про эффект, по-моему, разговаривали. Вот у нас с пудрой, вот без пудры, и получается, и тон выровнялся. Как раз эти желтые огрехи ушли. Что ж такое-то? Ты зачем кричишь, а потом не выходишь из комнаты? Иди давай, иди. Ушла, например, эта желтизна. Сейчас я вот прям серенького такого цвета, как мне нужно. Особенно сейчас со свежим вот этим оттенком волос. Но вообще там оттенков очень много. Всяких разных. И мы сейчас с вами эту пудру нанесем буквально в начале обзора. И посмотрим. Потому что у меня в комнате, где я снимаю, из-за того, что софиты, то что лето, у меня, в общем, здесь такая атмосфера, что здесь плюс 26, плюс 28. И, конечно, мне жарко. Поэтому мы проверим обещание производителя, что это очень устойчивая пудра, которая помогает макияжу оставаться на лице, даже если вспотеть, даже если кожа склонна к жирности. Но вот по первым ощущениям могу сразу сказать, что пудра очень комфортная. Она не особо ощущается на лице, она достаточно тоненькая, она очень красивый делает эффект. И если она еще будет прекрасно держать макияж в жару, то цены ей нет. Будет моя самая любимая на лето. Потому что сейчас у меня практически ничего не держит. Тональное средство на лице, особенно если оно такое жирненькое, как Hero Darling, и к вечеру я прям блестю-блестю. Под глаза пудра тоже отлично подходит, ничего там не пересушивает. Не жалею, что взяла такой необычный оттенок. Вот он прям, когда я совсем светленькая, буду им пользоваться. Несмотря на то, что он кажется таким серым, он не подходит. Ну вот такая я, серо-бежевенькая. Консультант меня честно пыталась отговорить, но я говорю, нет. Нет-нет-нет, это я. Серо-бежевый белишок, это я. Ну и что мы теперь такие красивые дальше делаем? Дальше мы проверяем вот такую базу под тени. Это база от Wet n Wild, широко известная в узких кругах. Вот так выглядит ее сводчик. Она приятно бежевая, светленькая такая. Я ее уже, конечно же, потестировала. Стоит она, кстати, всего лишь 400 рублей. Кстати, пудра стоит 1381 рубль, но мне кажется, она того стоит. Вот серьезно, очень качественный продукт. Ой, я забыла вам сказать. Да, рефилы это такая история, которая придумана для визажистов, потому что можно положить в такую вот магнитную палетку, и в ней, например, много разных оттенков. Но если вы пользуетесь для себя, то можно там отдельный футлярчик купить и в него красиво положить, чтобы вам было удобно. Ну, в общем, базу я уже напробовалась. Такая она классная. Слушайте, не зря ее так любят, потому что она отлично держит тенюхи. На нее можно, кстати, что-то прилепить, пока вот она не застыла. Например, сразу же быстро, если нужно прям, чтобы очень ярко получилось, то можно на нее прилепить. Она как будто бы липковатая такая поначалу. Потом она застывает, но глаза она не сушит, несмотря на то, что она реально по ощущениям высыхает, застывает, становится такой светленькой и матовой. Мою кожу вокруг глаз, которая склонна к тухости, она вообще не кукожит. Пока она немножечко посидит на глазах, давайте накрасим брови. Брови сегодня будем красить вот такой палеточкой. Даже это называется набор. Я просто не могла пройти мимо, потому что посмотрите, какая это милота. Здесь идет воск для бровей, которым можно брови укладывать. Два оттенка теней, посветлее, потемнее. У меня, кстати, оттенок Ash Brown, но, если честно, вот это для блонда, а вот это для брюнеток. Здесь же идет очень неплохая кисточка. Сейчас я вам подробнее покажу. И даже маленькие щипчики. Давайте протестируем щипчики. Вообще нормальные рабочие щипчики. Очень упругие, приятные. Можно себе брови спокойно пощипать, подщипнуть что-то. Единственное, чего здесь не хватает, это зеркало. Но даже об этом производитель, слушайте, позаботился, потому что здесь вот эта поверхность зеркальная, и туда можно смотреться. Очуметь. Ну, самое-то прикольное, что эта палетка стоит 400 рублей, и все эти продукты вы получаете за 400 рублей. Я не знаю, из какой это вселенной. Вселенная макияжной щедрости, что ли. Набираю вот эту тенюху. Кисточка тут с одной стороны скошенная, с другой стороны ершик. И спокойно можно этой кисточкой реально себе накрасить брови, представляете? Она хоть и искусственная, но это чувствуется по ощущениям, но вполне себе удобная. Отлично переносит продукт, и вот этой можно все прекрасно растушевать. Как здорово! Можно с собой в поездки брать. Брать? Брать, брать, брать. В общем, представляю, как это удобно брать с собой, если едешь на несколько дней, вдруг бровки подщипать. Даже на бегу можно где-то это сделать. Летишь такой в самолете для развлечения, такой брови щипишь. Это, конечно, вряд ли. Самый темный вот этот оттенок я тоже на себе попробовала, но он прям реально для брюнеток. Могу вам сделать сводчик. Вот светлый и темный, видите? Всем подойдет. Либо тот, либо другой. Либо, если вам нужно что-то посередине, то их можно перемешивать между собой. Мы с карандашами для бровей совсем забыли про этот способ. Макияжа бровей с помощью теней, а это же реально так удобно. И для меня это самый натуральный вид бровей. Сложно переборщить, как, например, если на карандаш сильно жать или плохо его растушевывать с тенями, все-таки попроще. И дальше на вот эту кисточку ершик я вот так набираю воск и распределяю его по бровям. Он немножечко кажется сначала белым, но он растушевывается и выглядит вполне прилично. Он брови обволакивает, не засыхает, но тем не менее хорошо их укладывает в нужном направлении. И прикольно, что тени как будто бы создают немножечко ощущение приприленности, а потом с помощью воска этот эффект абсолютно уходит. И воск очень любят те, у кого брови непослушные, потому что он вот как положил, вот он так и лежит. Это достаточно плотная обволакивающая, как я уже говорила, текстура, поэтому с ней брови максимально послушные. Можно вот так вот их на лоб начесать, и они вот будут держаться там. Я, честно сказать, не особенный фанат воска, но этот меня приятно удивил. Он очень хорошенький. Также можно сначала наносить воск, а затем уже тени, но тогда эффект получается раз в пять ярче. Имейте в виду, если хотите более натуральный, то сначала все-таки тенюхи. Я чувствую, что мне становится все жарче и жарче. Так что прям проверка для пудры. Видите, какие свотчи от теней для бровей достаточно мощные? Их так просто не сотрешь. А пока мы наносим тени. Тени из коллекции Blooming Wet n Wild. Давайте посмотрим на свотчи всех четырех оттенков. Самая звезда это вот эти, конечно же, глиттеринки. Я даже от них не ожидала, что они так хороши. Смотрите, здесь два первых оттенка. Это такие околоматовые текстуры. Затем у нас идет что-то более блескучее. Сатинчик такой. А вот это прям глиттер. Вот в этом первом оттенке есть такие небольшие блескучки. Но вы на них внимания не обращайте. Они вообще никакой роли по итогу в макияже не играют. Они скорее добавлены для того, чтобы... Ой, кстати, во втором оттенке они тоже есть. Для того, чтобы легче тушевалось. Как будто бы такие текстуры, они вроде легче тушуются. Тут достаточно такая приятная пигментация. Она не чрезмерная, но при этом она достаточная. Первым оттенком я на самой пушистой кисти просушиваю вот это пространство под бровью, чтобы у нас все красиво растушевалось и выровнять еще цвет век заодно. И как видите, оттеночек немножко есть, но он очень похож на цвет кожи. По всей складке я его растушевала. Дальше давайте этой же кистью я наберу вот этот второй оттенок. Он очень приятный, достаточно яркий, персиковый цвет. Персики я сейчас люблю, персиковые тени. На лето так красиво. Так что сразу скажу, что фалетка мне понравилась. Потому что это те оттенки, которые мне сейчас очень по душе. И здесь классная растушевка, классная пигментация. Вообще тени Wet n Wild это то, что привлекло мое внимание в бренде. Именно потому что это крутое качество за очень резонную цену. Потому что палетки, которые я пробую, и это в том числе, всего лишь по 400 рублей. Это классно. Можно, конечно, было остановиться пораньше и так много цвета не добавлять. Это уж на любителя. Я для обзора, чтобы у нас тут было поярче, поинтереснее. Но можно сделать менее интенсивно. И дальше я пальцем набираю вот эти тени. Поскольку это такая блескучечка, лучше ее все-таки пальчиком. Она интересная по ощущениям, как будто бы грубоватая. Обычно у Wet n Wild текстуры помягче, посливочнее. Но все равно цвет очень красивый. Я предлагаю именно такой макияж с этой палеткой делать. То есть вот этот оттенок на подвижное веко. Причем на все. Опять же сейчас буду наслаивать. Но смотрите, если тоненько, то получается можно сделать вот так. Совсем чуть-чуть. И будет легче. И предыдущий оттенок тоже сделать помягче. Мне хочется поинтенсивнее сегодня накраситься, чтобы по максимуму раскрыть тему этих теней. Ну и на базе подтеней, конечно, в Wet n Wild все чудесно тушуется и интенсивно выглядит. И вот я считаю, что звезда этой палетки это вот этот оттенок. Потому что здесь очень красивые золотистые и розовенькие, и зелененькие отблески, и даже голубые. И не нужно никакого специального клея. Просто вот так вот добавляете на веко. Все само прелестно прилепляется. Я офигела, честно, от качества за 400 рублей. Вспомнился мне глиттер из Диважевской палетки. После этого я глиттерам в палетках перестала доверять. Но вот это просто волшебство. Это очень красиво. И это в жизни еще красивее, чем на камере. И при этом это так свежо, так действительно цветуще, как название коллекции Blumen. Можно, конечно, добавить поменьше, чем я сейчас. Я прям наслаиваю, чтобы вам показать и возможности. Все это можно носить в повседневном макияже без проблем. Это вот через чур вообще не выглядит. И приятно смывать эти тени. Вот этот глиттер, он не царапает кожу. Прям можно гидрофильным маслом вот так вот помассировать. Все легко смывается. Очень какие-то мягкие вот эти вот глиттеринки, не страшные. Они прям не царапают кожу. Прям классная текстура и не обваливаются под глаза. Так что вкусняшка мне нравится. Я вам рекомендую. Вообще сегодня славненький обзор. Будут еще дальше впереди вкусняшки и другие. Но палеточка прям чудо. Чуть-чуть добавляю еще вниз персикового оттенка. И он причем неплохо так внизу смотрится. Не делает глаза больными. Также мы сегодня с вами будем рисовать стрелочки. Но перед тем, как нарисовать стрелки, нам необходимо прокрасить межресничку. И я для этих целей решила проверить свой любимый карандашик от Influence. Почему проверить? Потому что он у меня есть в черном оттенке. Есть в бежевом. Розово-бежевом, по-моему, он называется. 11. И вот я купила 0,2 коричневый. И он тоже оказался очень классным. Как он чудесно наносится. Карандаши в несколько раз дороже не выдают такую красивую текстуру, настолько ровную, без всяких комков, без всяких залипаний. При этом он классно держится. Никуда не размазывается, не отпечатывается. И в межресничку хорош, и в стрелку, и в подложку, и на слизистую. И при всем при этом, я его еще и покупала сейчас по скидке. А может, это сейчас и нормальная цена у него за 243 рубля. Если вы еще не знакомы с этими карандашиками Influence Spectrum, пожалуйста, проверьте. Потому что, может быть, вам тоже они очень понравятся. Многие уже писали, что прям обалденный карандаш. Тоже понравился. Но мы сегодня им чисто межресничку прокрасим. И на этом остановимся. Межресничку мы прокрасили таким карандашом. А еще один новенький я хочу вам показать. Давно мне, конечно, хочется попробовать этот бренд, наш Алиари. Вот мы с вами начинаем с такого карандашика. Luminous Eye Pencil. Оттенок у меня 01. Вот он снизу поблескивает. Я его купила, чтобы прокрашивать красиво слизистую. Я все ищу какое-нибудь нежное золото. Но это, конечно, не золото, но что-то такое прикольное, мне казалось, по фотографиям. И, в принципе, его чуть-чуть видно. Но все-таки, конечно, мне хочется что-то помощнее, я не знаю. Ну, как будто бы нормальный карандаш. Давайте я вам еще покажу его в качестве вот здесь вот хайлайтера во внутреннем уголке глаза. Можно его и так нанести. У него такой очень какой-то натуралистичный эффект. Даже и не скажешь, что что-то тут нанесено. Можно его, наверное, использовать в качестве подложки под последующие, например, тени, чтобы они выглядели еще ярче. Но вот честно, где-то он около 1000, по-моему, стоит. Ну, что-то на меня какое-то прям впечатление, что вау-вау-вау. Чего-то пока не произвело. У меня даже, если вот так вот откровенно, на следующий день после использования этого карандашика между ресничек появился какой-то дружок. Какое-то воспаление. Может быть, не очень он мне на слизистую подходит. Но все-таки хочу вам продемонстрировать. Долго сегодня ходить с ним не буду. Сразу сотру. Можно его, конечно, наносить и на веко верхнее в качестве стрелки, да, или, например, на центр века, чтобы блик сделать. Но оттенок такой для этого специфичный. По текстуре мягкий, глаза не царапает, держится, в принципе, без нареканий. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если мы хотим поизучать этот бренд. Ну, еще одна хорошечка в нашем сегодняшнем обзоре. Это вот такая подводка от L'Oreal. Microfine Brush Eyeliner. Тоненькая-тоненькая кисточка. Вот такие с ней примерно линии получаются. Прямо даже очень тоненько можно проводить. Но все-таки не настолько тонко, как акробат от Vivienne Sabo. Но что-то подобное. Но фишка этой подводки, мне кажется, все-таки не в том, что это кисточка, и она тоненькая. А в том, что вот здесь написано 36 часов, то есть до 36 часов она держится. Кстати, написано, храните горизонтально. Я вам не зря говорю, что она горизонтально. Хорошенечко перемешайте. Еще написано перед применением. В общем, она очень круто держится на глазах. Вот я с ней ходила, и она прям не шелохнулась. Вот я ее как нанесла, и все. У меня даже особо макияжа глаз не было, и она все равно без всяких подложек, без всяких баз. Она очень хорошо держится. Ну и, конечно, формат кисточки. Это, выражаясь народным языком, не надо никакого фетра. Кисточки рулят. По стоимости это какая-то не очень дешевая подводка. Около, по-моему, 700 рублей. Но в то же время эта цена нормальная для L'Oreal. Качество хорошее. Стойкость замечательная. Можно рисовать вот такие. Мне сегодня хочется прям малюсенькие стрелочки. Это удобно. Можно большие разогнаться. Можно во внутреннем уголке. Вот здесь вот клювик ей без проблем тоже нарисовать. Из-за того, что у нее вот этот тоненький кончик кисточки есть. И он, кстати, тут неплохо держится за счет формулы. Короче, если вы этот бренд любите L'Oreal, если вы ему доверяете, то я вам рекомендую попробовать. Тем более в коричневом оттенке. Это так здорово на лето, чтобы глаза не перегружать. Чтобы самые даже малюсенькие аккуратные стрелочки нарисовать. Всегда и везде уместные. Отличный вариант. Аккуратненько еще снизу стрелки подрежу. Очень дружелюбная подводка. Такой маневр она тоже вполне себя поддерживает. И готово. Переходим с вами дальше к туши. Тушь называется Черная Москва от RBG. Объемная тушь Московский шоколад. С щеточкой, которая очень напоминает Vivienne Sabo Cabaret. Напоминает, но не до конца. Потому что реально коричневая тушь на лето, это прикольно. Это не перегружает образ, дополняет легкие какие-то летние мейки. Ну и, конечно, такая тушь отлично подходит к коричневой подводке. Тушь стоит около 1000 рублей. Это сравнительно бюджетно, конечно, да. Уже, наверное, все-таки как-то для туши это middle. Во всяком случае, цена туда стремящаяся. И, если честно, я не заметила за этой тушью какой-то объем. Такие с ней получаются мои ресницы, палки. Чуть подлиннее, чем от природы, конечно же, коричневого цвета. Но вот не очень сильно она меня удивила. А за свою цену, скажем, прямо вообще не удивила. Просто нормальная коричневая тушь. Vivienne Sabo Cabaret Premier коричневая. Мне нравится намного больше. И щетка там удобнее. Потому что это какая-то закрученная, такая, знаете, как будто немножечко с каким-то спиральным движением. Она мне особо непонятна. Там более ровный вариант. И получаются более разделенные реснички. А тут какое-то появляется слепление. Ну, слепленные ресницы, это же не равно объемные, правильно? Еще я почему-то и очень сильно пачкаюсь в процессе макияжа глаз. И даже какие-то комочки у меня появляются. Короче, тушь мне не сильно понравилась. Я после этой палетки Айда Пушкин, мне, конечно, хочется скупать все RBG. И мы в будущем обзоре попробуем с вами палетку с Леной Ясенковой, которой коллаборация. Мы попробуем бальзам для губ. Мы попробуем подводку. Но вот тушь, если честно скажу, не их главный конек. Хотя я, конечно, ожидала. Учитывая, что создательница вроде Beauty Guru, это та самая создательница Vivienne Sabo Cabaret, что она такое великолепие повторит. Но субъективно для меня нет. Тушь да тушь. Достаточно такая обычная тушь. Румяна Blumen. Тоже из новой коллекции Wet n Wild. Оттеночек там один. И он абсолютно потрясающий. Он как будто бы немножечко тоже с серинкой-бежевинкой. Слегка такой грязный розовый. И это круто, потому что этот оттенок, он универсальный для любой внешности. Даже на моей белой коже он будет смотреться прикольно и не слишком темно. Я вот так вот набираю его на кисточку, на припудренную кожу. Чуть-чуть его смахиваю на руку и переношу постепенно. Если на кожу без пудры его пахнуть, то может быть не очень хорошо. Но смотрите, какой цвет. Это просто прелесть. Супер натуральный, как будто вот свой румянец. И на загорелых девушках он тоже классно раскроется. И на теплых, и на холодных, и на нейтральных. Будет смотреться замечательно. Самый базовый цвет. Не прелесть? Вот в нем прям и розовый, и красный, и бежевый, и персиковый, и серинка есть. Тушуется тоже все отлично. Если вы в принципе дружите с румянами, то с этими точно подружитесь. Ну а если нет, то запоминайте. На пудрочку, чтобы у вас ничего не залипло. И лучше через руку вот так вот распределяем по кисточке. И только оттенок уже переносим на кожу. Немного добавляем цвета во все лицо. Даже на подбородок и чуть-чуть на шею остатками. И этот оттенок еще очень круто смотрится вот здесь, вот даже без теней. Если его на орбитальную косточку наносить вот так вверх и в бровь, это очень освежающе. Румяшечки тоже стоили 400 рублей. Это офигенно. 5 грамм, 400 рублей, вообще нормально. Вообще нормально такая, прям все рассказала. Хочу вам еще одну суперкрутую свою покупку показать. Вы меня про этот хайлайтер спрашивали. Это из новой коллекции Influence Beauty, называется Exo Natural. И там есть вот этот единственный оттенок хайлайтера. Он бежевый. Бежевый, я обожаю бежевый. По-моему, называется бежево-золотистый. Очень нейтральный оттенок. То есть он не холодный, он не теплый. Прямо вот как я. Но тем не менее, он и на другие типажи подойдет. Я его набираю этой же кисточкой. Чуть-чуть опять вырабатываю в руку. И какая грозода, вы посмотрите. Это же просто космос. Давайте еще разочек. Вот так вот, вот так вот. Можно нанести совсем немножечко. Можно нанести вот так. И оно просто очень красиво сияет. Можно более широко и более плотно. Но это для любителей просто сверкать. И когда отворачиваешься, вроде ничего не проявляется темное. То есть у него такой темной подложки вроде нет. Мне нравится. Может быть, я его сейчас многовато нанесла. И надо все-таки кисточку поменьше. Мне прямо нравится он вообще. Покупала я его за 500 рублей. 7 грамм. Это очень красивое и дорогое сияние. Оно такое вот прям влажная гладь какая-то. Еще на губой немножко добавлю. Хайлайтер яркий, но при этом он такой зашлифовывающий. Он такой богато-влажный. Я вообще обычно яркие хайлайтеры не очень люблю. Мне больше нравятся такие с натуральным эффектом. Но этот почему-то мне дико нравится. Давайте попробуем его чуть-чуть успокоить. Я беру вот так вот спонжик, на котором остатки тона остались. Здесь прохожусь и смотрите, раз, получается уже менее яркий эффект. Можно так, например, сделать. Если, например, не хочется прям очень, чтобы было мощно, то, пожалуйста, шаг назад и все становится более натурально. И чуть-чуть возвращаю румяши. Мы сегодня, кстати, с вами без контуринга, но из-за того, что румяна вот так вот красиво затемняют внешнюю сторону лица, уже, в принципе, этого достаточно. Можно на лето коррекцию и не делать. То есть нанесли румяшки, хайлайтер, все, наливные яблочки ваши готовы. И, в принципе, здесь достаточно тени, когда вот такие подходящие нейтральные румяшки. Возвращаемся к бренду Seventeen. Я взяла у них вот такой карандаш для губ. По оттеночке 01 Bare. Обнаженный карандаш. И он реально достаточно светлый такой. Очень нежная, приятная текстурка. Так он легко наносится. Можно прямо на все губы. Достаточно стойкий. Абсолютно нейтральный, опять же, к любому макияжу, к любому колориту внешности, теплому, холодному. Классный нюдовый карандаш. И не темный. И цена у него, кстати, тоже классная. Около 300 рублей он стоит. Называется Waterproof and Long Stay. Водостойкий, хорошо держится. С витамином Е и маслом Жожоба. Правда, очень клевый. Присмотритесь, пожалуйста, если тоже ищете всегда такие красивые нюдовые карандашики. И в качестве следующего шага макияжа губ мы с вами нанесем блеск. Тоже из коллекции Blooming. Здесь два оттеночка. Один называется Baby Bloomer. Нежно-розовый цвет. Сводчик у него тоже чуть-чуть отсвечивает розовым. И есть еще оттенок Bloom Time. Он идет скорее таким прозрачным. Чуть-чуть как будто бы холодинкой отдает. На губах оба выглядят великолепно. Даже не знаю, кстати, какой нанести. И пахнут они, кстати, просто. Обожаю этот запах. Это вот спелый персик, как в Тони Клоранс. Даже несмотря на то, что я не очень люблю эффект плампинга, а это именно плампинг в леске для губ. Они идут с маслом имбиря, с перечной мятой. Поэтому они немножечко жгутся. Вы, кстати, когда их наносите, вообще это не чувствуете. А потом со временем оно раскрывается и чуть-чуть холодит, чуть-чуть жжет губы. И губы прям наливаются цветом, становятся более яркие. И прям действительно как будто бы увеличиваются. Через какое-то время это проходит. Блеск просто вот так выглядит объемно, выглаживающе. И это, кстати, розовый именно оттенок я на себя наношу. Но беленький я тоже пробовала. Он не выглядит белесо. Он подчеркивает цвет губ. Они такие становятся яркие. И на них очень красиво перламутрово заглажено блестит этот блеск. Блестит блеск. Ну вот реально блеск блестит. Что еще надо? А, ну чтобы сильно не лип. Я вот не люблю, когда сильно липнет. Это нелипкий блеск. 383 рубля он стоил. Приятный, замечательный блеск. И давайте с вами вернемся к предыдущей подтеме нашего видео. Как у нас там чувствует себя пудра. В комнате 27 градусов. Я под софитами. Реально хорошо. Реально хорошо. Пока жир и пот не пробиваются. Проверю, конечно, подольше. Но, похоже, хочу ее уже включить в топ 10 своих любимых пудр. Обязательно сниму это видео. Очень вот хочется, чтобы она была прям такая классная. Чтоб все лучшие пудры там оказались. Так что в будущем еще расскажу. Чувствую, прям печет. И показываю заключающую вкусняшку в сегодняшнем видео. Спрей Blooming Wet n' Wild. Перемешиваем его вот так. И он становится красивейший жемчужный. Его можно наносить до макияжа. Можно после макияжа. Можно в течение дня. Актуален для тех, у кого кожа сохнет. Потому что он потрясающе увлажняет. В нем очень сильная струя. Поэтому я делаю так. Я вот так его брызгаю. И в него погружаюсь. Или издалека. Пахнет ягодкой. И смотрите, какое сияние он дополнительно придает лицу. Как розочка с росинками. Если любите эффект глаз скин. То это продукт прям для этого эффекта. Ну, либо когда правда все сохнет, потрясающе чувствуется в нем увлажнение. Там еще есть огурец, розовая водичка. В общем, все, что нужно, чтобы кожа напиталась и возрадовалась. Так что такой у нас сегодня макияж получился. Мне кажется, летний, сочный, веселенький. Надеюсь, он вам тоже понравился. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Пишите, конечно, что еще купить на затест. Я очень радуюсь вашим пожеланиям. Все читаю. И мы вас с Тилечкой очень благодарим за просмотр. Ставьте нам, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на наш канал. И надеемся, до встречи в следующем видео. Всем пока. Такое ты красивое. В этот раз я тебя не разбудила. Как тебе сегодня тунец? Вкусненький был? Видите, моргнула один раз. Это да. Вкусненький, да? Хорошая.